В Алматы прошел 12-й гражданский форум. На повестке дня взаимодействия местных исполнительных органов с гражданским обществом. В рамках онлайн-встреч прошло обсуждение вопросов в сферах экологии, цифровизации, здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и спорта. Среди участников – члены общественного совета, представители неправительственных организаций, сотрудники Акимата и гражданские активисты. Открывая мероприятие, глава мегаполиса Бакаджан Сагентаев остановился на проделанной работе по благоустройству, развитию инфраструктуры и улучшению экологии. А после презентовал запуск бета-версии интерактивной платформы iAzamat. Это интерактивная площадка для обсуждений, инициатив и выработки рекомендаций по развитию нашего города. Все лето мы занимались разработкой с привлечением наших IT-талантов. Посредством iAzamat алматинцы смогут голосовать за городские проекты, обсуждать актуальные вопросы, узнавать о городских новинках. С помощью интерактивной площадки iAzamat алматинцы могут вносить свои предложения по абсолютно разным вопросам, начиная от таких глобальных, как экологическая ситуация в мегаполисе и заканчивая повседневными бытовыми, к примеру, пешеходный переход возле собственного дома. Для этого нужно лишь мобильное устройство и выход в интернет. Министр информации и общественного развития Аида Балаева отметила, что Алматы был и остается эпицентром активности неправительственных организаций. Глава ведомства указала на четыре основных направления, в которых должны развиваться НПО. А именно, проектное взаимодействие общественников и власти, принятие мер по профессионализации неправительственных организаций, планирование бюджета грантов и создание института гражданских экспертов. Алматы не просто колыбель независимости. 30-летие, которое мы отмечаем в следующем году, это город, где зародился неправительственный сектор. Это место, где генерируются самые актуальные гражданские инициативы. Поэтому в решении всех тех проблем, которые были озвучены выше, я вижу особый вклад именно со стороны алматинских НПО. Сегодня ни одно важное обсуждение в Алматы не обходится без участия Общественного совета города. Сами активисты считают, что любое решение, принимаемое во благо развития мегаполиса, должно быть взвешено, проанализировано и обсуждено с гражданами. Нужно серьезно аналитической работы. Общественный совет привлекает в качестве экспертов наших граждан, активных граждан, специалистов тех или иных отраслей, и для того, чтобы принять качественные решения. Поэтому гражданское общество, не просто так кто-то услышал, громко сказал, на обитинге сказали, там и так далее, и все. Дело в том, что надо анализировать эти процессы, и мы должны принимать качественные решения. В своем недавнем послании глава государства Касым Жомар Токаев в числе приоритетов указал на важность развития профсоюзов. Одна из целей движения – обеспечение комфортной среды на рынке труда. Эта деятельность стала особенно актуальной, когда нависла угроза в лице пандемии коронавируса. В числе важнейших задач, требующих решения, в том числе и нами, профсоюзами, стоит повышение гибкости рынка труда, сокращение нелегальной занятости, повышение качества рабочей силы и ее профессиональной мобильности, обеспечение безопасности труда. Вторая часть форума прошла в совершенно новом формате. Заместитель Акима города Алматы Ержан Бабакумаров стал инициатором обучения методу фасилитации. Формат представляет собой открытый диалог, в ходе которого каждая из сторон может выразить свое мнение и высказать предложение. Мы сегодня избегали таких вот парадных, пленарных заседаний, пошли по отраслям, потому что я уверен, что для больших мегаполисов, городов, все равно взаимодействие по конкретным направлениям, пусть там будут у нас активно экологии зеленые, пусть будут сферы услуг, в том числе важные социальные, как образование, как и ухранение и так далее, то, наверное, лучше по ним точно поделиться. Участники форума по достоинству оценили возможности фасилитации и были удивлены эффективностью нового метода. Мне это показалось интересным. Я считаю, что это может право, имеет право быть. Я думаю, что эффект будет. То, что мы сегодня выработали, то, что мы сегодня дискутировали, очень много было дискуссий, вы видели, наверное, дискуссии были жаркими, поэтому высказывались абсолютно разные мнения, и это нормально. Для удобного пользования методом фасилитации была создана специальная интерактивная площадка. Для доступа к ней достаточно лишь смартфона и возможности выхода в интернет. На платформе можно высказать свое мнение и вносить предложения как авторизованно, так и анонимно. Это замечательная программа. Она очень эффективная, рабочая, позволяет учитывать мнение каждого присутствующего. Возможно, работа в анонимной системе. То есть тот, кто в обычных публичных выступлениях боится каких-то последствий, он в этой программе спокойно работает, высказывает свое мнение, не оглядываясь на то, что там кто-то будет потом оценивать эти действия. Программа «Слышащее государство» успешно реализована на территории города. Однако местные власти на этом не останавливаются. Разрабатываются новые проекты для создания более прозрачной системы власти. Безусловно, значимость таких форумов однозначно велика. Велика потому, что именно на такой площадке происходит достаточно откровенный разговор, прежде всего между институтами гражданского общества и органами исполнительной власти. И самое главное, таким вопросом, который представляет для обеих сторон большой интерес. Это интерес взаимодействия, интерес продвижения городских программ, интерес формирования местного алматинского бюджета, механизм контроля за бюджетом. По завершению форума стало ясно, что основная его цель выполнена. Представители гражданского общества и городской власти нашли общее видение ситуации и научились вести открытый и конструктивный диалог. Лично я для себя поняла, что, оказывается, мы думаем, что наше видение, оно правильное, а, может быть, государственные органы по-своему мыслят. Поэтому мы должны говорить на одном языке и должны понимать друг друга. Тогда и диалог создастся, потому что мы говорим о своем, государственные органы свое видение, а должно быть общее видение. Поэтому нужен диалог, где мы выстраиваем общее видение в реализации каких-то вопросов и проблем. После основной части форума в рамках онлайн-встреч прошло обсуждение вопросов в сферах экологии, цифровизации, здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и спорта. Каждый из участников смог внести свое предложение по улучшению разных отраслей экономики. Гражданский форум проводится раз в два года. По словам участников диалоговой площадки, несмотря на коррективы, внесенные пандемией в формат подобных встреч, форум оказался результативным. Денис Зимцов, Мурат Тайжанов, Гани Калуов, Телеканал Алматы.